Девушки отдыхают 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 Как будто конкурс мастерства, но сейчас не получается этот проход, но снова на подборе МГУ и набирает очки здесь Никита Баринов. Не развивается в этом направлении и дальше Корякин, скидка в угол, под 45 трехочковый улетает, справляется. По заявке информацию, Никита Баринов даже тяжелее Антониковского, хотя визуально кажется, что Антониковский самая главная машина на паркете, но вот Никита Баринов даже на 5 килограмм его потучнее. Тем временем трешка из угла летит, Шабани Анбарджини продолжает. Яраш снова с мячом в руках. Покинка против него хорошо, защищались Макаров и просто свободно кольцо выводит и аккуратненько сверху Арсений Корякин. Это было так аккуратно, это было на Тоненького. Кстати, как и здесь, проход сразу с двумя защитниками удается справиться. Он под кольцо, ставит заслон и еще одна попытка трехочкового от Сологаева. Ну, справа он пристрелялся, а тут быстрый ответ и сразу Александр Антониковский. Классно, знаешь, как в американском футболе такой вот получился классный кетч в итоге у Антониковского. Хорошая передача от Киараша была. Ну и здесь кроссоверы какие! И демонстрирует Арсений Корякин! Вот или команда, оттянули, дали ему возможность бросить. И он не подвел, а пока в защите немножко пропускают. И снова Антониковский, теперь же по центру проходит. По физухе все в порядке пока, да? Да, я думаю, и у меня тоже подвел все нормально. А что не получается именно в эти последние минуты? Ну, во-первых, мы даем легкие очки. То есть МКО делает все, что хочет. Сейчас команда здорово дорабатывает в защите. Передача дальше. И еще один трехочковый улетает. Моим по две трешки к ряду. У Антониковского они там часто пропускают. Но вот уже вторую атаку удается поворот. И еще один трехочковый. Пристрелялись и слева. Да, да, и уже реагирует на происходящее на площадке. Не то, что за битыми мячами, но вот за финтами точно. И сразу быстрая атака. А это врыв наших хайлайтов. Но сохранили себе мяч. Снова Певнив находит свободного. И еще одна треха залетает от Эмбоа. За нем сфалить. То есть Антониковский, возможно, тот человек, на котором фалить бы и стоило. Да, это показало лучшую защиту. Андреев еще два очка набирает. Личутин. Казалось, что будет сам бить, но в итоге передача направо. И с новой спроски хорошо поборолся здесь Данил Певнев. С нарушением сейчас он закладывает два очка. Максимум два на данном этапе. На данном этапе, я думаю, даже один. Да, у него действительно одно нарушение. Продемонстрировали сейчас по статистике. 13 очков. Андреев врывается. Драйвен кик передач на периметр. Еще одна передача от Белова. И Андреев. Белов, Андреев, кстати, знакомые друг с другом игроки. Так что выглядит здорово. Но Касаткин там однозначно просто потерял своего игрока. И такую свободу ему слишком дали. И снова набирает очки Данил Певнев. Было шесть очков. И еще перехват. Это Максим Личутин. Еще два очка. Но совсем что-то сыпется концовке второй четверти. Сейчас МГУ. Есть возможность увеличить преимущество. Савченко получил мяч. Скидывает направо. И еще. Поэтому останавливать его без нарушения действительно сложно. И вот о чем мы говорили. Первый. Он забивает. Не может их реализовать эти штрафные. Но и сейчас Шабанян Бороджини. Один в один. Еще и дирижирует. Показывает, кому куда надо встать. Баринов работает. Левой рукой. Еще два очка. Команда гораздо внимательнее смотрит на передачи. Вот эти потенциальные броски. Но сейчас Антониковский в защите уже. Здесь Савицкий. Против него неожиданно выходит как раз именно Савченко. Белов. Какое попадание. Константин, конечно, в два раза старше Матвея Падиуса, если что. Это вот когда мы говорим про разницу в возрасте. Падиус говорит. Ну, а опыт опытом. А у меня молодые руки. Только два из двух с линией. Все, что он команде дал. Еще один сквозняк от Касаткина. Быстрое нападение. Чернов один на один кольцом. И легкие два набирает. Тайм-аут просит сразу. Угроков нашей летней лиги. Поэтому, я думаю, в полном составе они полноценные контендерные чемпионства. Он действительно очень сложно. Тут больше ты можешь его попробовать чуть-чуть притормозить, но закрыть нет. Все, хорошо. Спасибо, Амин. Удачи. Все проблемы, которые возникли в третьей четверти. Мои имба продолжают лидировать. Очень здорово разбираться. Сама отдача. Слушай, это прям ключик второй, третий, четвертей. Потому что подборы в нападении. Они даже не на этого матча. Уже 23 очка у него. Самый результативный и самый зрелищный. Мы видели просто два ярчайших момента в его исполнении. Пока Григорь Ян. Здесь вернутся игроки МГУ. Личутин. Ждет, пока игроки расставятся. Макаров ставит заслон. И почти свободный трехочковый. Забивает сейчас Максим Личутин. Матвей, кстати, очень классную игру проводит. То есть несколько бросков важных забил. Здорово в защите смотрится. И самое главное, на уровне жесткости, да, будучи самым молодым игроком, не проседает. Проход. Завершение. Два плюс один. Личутин. Андреев. Девять набранных очков. При неплохой статистике. По разу он промахнулся. Двух очковый и трех очковый. Но пока в обороне хорошо отрабатывает Макаров. Один. Максим Макаров. Он даст качество на каждой из этих минут. Ну а здесь, наверху сейчас МГУ пытаются хотя бы какой-то заход ближе к кольцу найти. Антониковский пытается продавить. Классный разворот. Хорошая работа ног. То есть Макаров его встретил. О чем говорил, кстати, Мин Антонян, да, вот в интервью Сереге. Он же говорил о том, что очень тяжело таких людей, как Касаткин, останавливать в принципе. А если большие еще здорово играют, там пикинролли большой появятся. В подборе первые игроки МГУ. Сразу быстрая атака. Но успевают вернуться. Покинка на Антониковского здесь забивает. 84-60. Стараются растянуть защиту соперника баскетболиста Майимба. Вот этим передачам по периметру. Вход в краску. И хорошая работа в посту. Это Георгий Слагаев. Шабанян Баранджини на заброс на Антониковского. Со второй попытки все-таки он мяч в кольцо отправляет. Пропускаете. И разница 24, конечно, она существенная. Кстати, про 24. 24 очка Антониковского. Антониковский с мячом, но далековато от кольца. Сейчас сам пойдет. Хорошо против него. Плотно защищается. Но вот так вот уже из-под кольца, с правой руки. Хорошо он закладывает мяч. Защита от МГУ. Появился 15-й номер на умчих плане. Мы говорили о нем как о самом молодом игроке команды МГУ. Ну и Кераж, кстати, доработал. Первый бросок не реализовал. Нужно дорабатывать до конца. И он это как раз демонстрирует. Егор Пакинка. Под заслон. Какая передача между ног прошла. Личутин. Кераж за слоном рвется дальше. Но хорошее сдваивание. И Егор Пакинка убегает. Быстрое нападение. Его там пытались накрыть. Что это два очка. И как он? Он промахивается. Ну а вторым уже забивается. Ой, какой. Касаткин тянет время, кстати. Да, он мог передачу сразу выдать. Но он немножко подзатянул. Дальше еще один экстра пас. И Касаткин зарабатывает парочку штрафных бросков, по-моему. А, кстати, нет. Я думаю, что доигрывать все-таки уже не будут. Уже пожимают руки. Но летняя Лига UBA собирает все эти команды в одном месте. И мы продолжаем за этим путешествием летом следить. Так что не пропускайте ни одной секунды, ни одного матча.